Добрый день, друзья! Сегодня будем делать прополисовую настойку на спирту. Как вы знаете, сейчас неблагополучная ситуация с различными вирусными заболеваниями. В первую очередь, конечно, коронавирус, который унес очень много жизни и здоровья у людей. Кроме коронавируса, существует большое количество всяких заболеваний бактериальных, вирусных, которые постоянно атакуют человека. И мы хотим, естественно, жить долго и хотим не болеть. Это нормальное состояние человека. И в этом нам поможет прополисовая настойка. Настойка прополиса на спирту. Естественно, у нас домашний спирт, домашний прополис, все свое, в общем, все настоящее, натуральное, без обмана. Для того, чтобы получить прополис, нам нужно забрать из пчелиного улья рамки. Вот вы видите рамки, на торцах которых такой вот коричневый, немножко даже с красноватым оттенком, налет такие вот бугорки. В первую очередь они находятся на стыках рамок, на углах улья, в различных щелях. Ну вот удобнее всего прополисы добывать с рамок, потому что он здесь большими отложениями и легко отсюда его снимать. Как это делаю я? Я беру какой-нибудь ящик, в данном случае деревянный старый ножик и обратной стороной ножа соскабливаю прополис в мисочку. Очень быстро и очень эффективно. Что же такое прополис? На самом деле очень много различных... Пчела укусила? полезно. Видите, я на улицу вышел, и у нас тепло сегодня, и пчелы летают. Два ужаления мне в руки. Ну опять же, пчелиные ужаления это все на пользу, на благо. Вот я специально взял отломанную рамку, чтобы вам показать, как выглядит прополис вблизи. Сразу скажу, это не кал пчелины, это не отходы их жизнедеятельности. Не надо слушать глупцов. Тоже счищаем его в наш лоток. Видите, он такой плотный, как засохший пластилин, точнее, как замазка оконная. Также прополис находится на холстиках, которыми накрываем сверху улей. Видите, сколько его тут много. Его тут просто очень много. Это тоже все прополис. Что такое холстик? Холстик это ткань, которую мы кладем сверху пчелиных рамок. То есть это мы делаем пчелам потолок. Потолок над их домом. И они его закрывают прополисом, запрополисовывают. Зачастую иногда, видите, проедают дырки в холстике для того, чтобы можно было ходить за пространство за холстиком. Этот прополис, несмотря на то, что очень много, его снимать сложнее, потому что он сильно въедается в ткань. Но это тоже реально. Я обычно как делаю? Беру старый холстик, потому что этот холстик уже будет нами использоваться не для ульев, а для ловушек. То есть я нарежу из него холстики, которые буду укладывать в пчелиные ловушки, чтобы поймать пчел. Мы берем. Давайте мы пересыпем. Я основную часть прополиса уже соскоблил. Это я вам показываю уже. Видите, тут его так много. Я вам специально для видео оставил несколько рамок и холстик, чтобы показать, как это происходит. Можно помять немножко. Можно вот так вот постирать коврик руками. Ну, на сухую, естественно. Рыжик, хочешь прополисовую настойку? Тоже оттуда извлекается прополис. Пчел столько налетело. Сейчас они нам будут мешать снимать. Ну, и так далее. Не буду отвлекать ваше время. Ну, видите, тоже вот мы насыпали прополиса достаточно немало, потому что он используется, потом будет использоваться чайными ложечками, по чуть-чуть. Поэтому вот даже вот такое количество прополиса, на самом деле, это очень много. Тут прополис у нас, не знаю, на несколько тысяч рублей, если его покупать где-то у пчеловодов. Так что же такое прополис? Для чего мы делаем из него настойку? Прополис – это природный антибиотик и антиоксидант. Он подавляет развитие абсолютно всех вирусов и бактерий. Это научно доказанный факт. Нельзя, конечно, надеяться на то, что он победит какие-то тяжелые заболевания, но он в любом случае помогает организму бороться с вирусами и бактериями. И это очень важно. Он обладает заживляющими свойствами, снижая старение тканей. Прополис от древнегреческого – дословно предместие от «про» – «перед» и «полис» – «город». Также пчелиный клей или «уза» – смолистое вещество от коричневого до темно-зеленого цвета, используемое пчелами для замазывания щелей, регулирования проходимости литка, дезинфекции ячеек сот перед засевом и из маткой, а также изоляции посторонних предметов в улье. Представляет из себя клейкие вещества, которые пчелы собирают с весенних почек деревьев – тополь, ольха, береза и других. И модифицируют своими ферментами. Я вам показывал, как мы достаем из ульи рамки и как крепко приполисован холстик, насколько крепко он приклеен. Такие зверюги. Сколько у вас осталось в трамоте? Три, шесть, восемь. Хватит нам на зимовку. Пчелы применяют прополис как своеобразный строительный материал. То есть они заклеивают им все щели. Например, тот же литок. Когда наступает осень, литок нужно сделать поменьше, чтобы холод не попадал в ульи. Видите, у нас дно от улика. Вот литок такой вот широкий. И вот как пчелы запрополисовывали на зиму. Видите, это все прополис. То есть они перекрывали вход в ульи, чтобы уменьшить. Ну им не нужен такой большой литок зимой. Зачем? Чтобы дуло. А весной этот прополис они снимают. Пчелы используют прополис также для того, чтобы законопатить все щели. Чтобы зимой к ним не попадал холод, не проползли враги. Максимально, чтобы сделать проживание своей семьи комфортным. Потому что сквозняки пчелы тоже очень не любят. Несмотря на то, что они зимой могут спокойненько там и температуру до минус 30 перенести на улицы, если хороший улей. А если сквозняк, то даже при минус 5-10 они погибнут. Боятся они сквозняков. Благодаря прополису они полностью законопачивают улей со всех сторон. Вот, например, тот же холстик, он почему такой сильно запрополисованный? Потому что пчелы воспринимают его, ну как крышу, да, крышу своего жилища. А учитывая, что ткань холстика, ну в данном случае лен, она проницаема для воздуха, они его покрывают вот такой защитной корочкой из прополиса, чтобы сделать его, ну в общем, непродуваемым. Чтобы было им комфортно и тепло. Ну и опять же, чтобы не проникали бактерии. Запрополисовано все напрочь. Посмотрите, видите, сверху вообще пчелы нету. Говорит о том, что верхние рамки, они полные. Пчела. Там все запечатало и находится внизу. Прополиса очень много. Хотя, конечно, основное качество прополиса заключается именно в его дезинфицирующих свойствах. Это вот природный, настоящий антибактериальный, антисептический вот такой материал. По вопросу происхождения прополиса нет единого мнения. Я вам рассказал самое основное, распространенное, что с весенних почек деревьев собирают пчелы. Но на самом деле теории очень много и наука пока не доказала 100% из чего пчелы делают прополис. И самое главное для пчел, для чего им нужен прополис. Они с помощью его полируют ячейки сот перед тем, как матка откладывает туда яйца. Даже маленькая ячеечка полируется тонким слоем прополиса, дезинфицируется. Вы понимаете, сколько полезных веществ находится в этом веществе, природном, пчелином, настоящем натуральном дезинфекторе. Также пчеловоды знают, что иногда к пчелам заползает маленькая мышка, проладит через леток, и пчел ее там убивают. Мышка, естественно, погибает внутри улей от большого количества ужалений. И что происходит с таким куском мяса? Естественно, он начинает тухнуть. Если бы у пчел не было прополиса, вот такая одна мышка убьет однозначно весь улей. Потому что те миазмы, те ядовитые ячества, которые будут выделять трупный запах, будут исходить из мышки, он убьет весь улей. Так вот пчелы запрополисовывают мышку так, что она мумифицируется. То есть они полностью обволакивают всю мышь прополисом, что она может там храниться, как мумия. Сами знаете, где такие мумии обитают. В общем, настоящее мумифицирующее вещество. Еще раз хотел обратить внимание на то, вы понимаете, сколько полезных веществ в прополисе. Важной особенностью прополиса является то, что он сохраняет свои полезные свойства даже при кипячении в течение часа. Это почему очень важно? Потому что мы можем прополис, например, добавить в чай. Взять ложечку прополиса на спирту и добавить в чай. И полезные свойства с горячим чаем будут еще лучше всасываться организмом. Если, например, взять мед, положить его в чай, то все полезные свойства из него пропадут. Ну, не все, но большая часть. То есть при нагревании польза от меда пропадает. Мед разлагается на какие-то неправильные вещества, зачастую даже и вредные. С прополисом этого не происходит. Прополис темно-бурый или желтый цвет. Изначально он мягкий, но при хранении густеет и постепенно твердеет, превращаясь в такую хрупкую массу. Если, например, мы вынимаем из ульи рамку, например, которая два года стояла в улье и с нее не снимали прополис, то он становится вообще там каменным, вот натуральная канифоль, янтарь. Если же пчелы недавно в этом году прополис заклеили ту же рамку, мы снимаем, он достаточно липкий. И, естественно, при повышении температуры он становится такой вязкий, ну, как вот я говорю, пластилин такой вот. Научно доказано, что прополис растворим в спирте, естественно, сохраняя все свои полезные вещества. Вообще, на самом деле, спирт – это самый правильный консервант, потому что, например, если мы возьмем те же ягоды, как я всегда говорю, мы в самогонщике, когда делаем что-то из натуральных ягод или фруктов, наставим на спирту, мы боремся с цингой, мы не злоупотребляем алкоголем, потому что в спирту сохраняются абсолютно все витамины, они никуда не пропадают. То же самое и с прополисом. Настойка прополиса на спирту, она легко делается и очень долго хранится, там лет пять спокойненько может храниться, не теряя свои свойства, если банка у вас плотно закрыта. Плюс очень удобно ее применять. Ну, взял, зачерпнул ложечку, выпил, вот и вся польза, никаких проблем. Ну, вкус у нее своеобразный, к нему, конечно, надо привыкать, но можно разбавлять, как мы с вами говорили, там горячей водой, горячий чай, ну, с медом можно потреблять, это вообще замечает натуральный домашний мед и вот настойка прополисная. Сплошная польза. Всего в прополисе обнаружено 16 классов органических веществ. Среди биологически активных соединений прополиса идентифицировано в настоящий момент более 100. Особенно важная роль принадлежит низкомолекулярным циклическим веществам, полифинолам, спиртам, альдегидам и другим. Мы с вами знаем, что такое альдегиды, потому что мы самогонщики. Альдегиды, они в небольших количествах полезны, но в прополисе, соответственно, его немного. Нам для работы нашего организма очень много нужно различных микроэлементов. Если их не хватает, то начинаются всякие болячки. Мы все это прекрасно знаем. Поэтому, например, в моей семье вот уделяется такое большое внимание производству собственных напитков, еды, мяса, меда, овощей, фруктов. Но мы стараемся максимально сделать своими руками. Не потому что у нас нет денег это купить, это не так. Потому что хочется быть здоровым. Потому что прожить можно долго, но если вы будете все время болеть, то это не здорово. И, например, мне уже скоро 50 лет, и я с каждым годом все больше и больше понимаю, что здоровье больше не становится. Как-то наоборот. Прополис содержит почти все необходимые микроэлементы. Магний, кальций, натрий, железо, цинк, марганец, медь, кобальт, фосфор, серу, сурьму, алюминий, хром, селен, кремний, стронций, титан, ванадий, олово, фтор. Из минералов, необходимых человеку, значительно больше количеств, в прополисе прежде всего присутствует кальций. Различные витамины также обнабружены в прополисе. Среди них витамины группы В1, витамины А, С, Е, Н. В состав прополиса входят аминокислоты, аланин, аминомасляная кислота, аргинин, аспарагин, аспарагиновая кислота, валин, гидроксипролин, гистидин, глицин, глутаминовая кислота, изолейцин, литин, лицетин, мициетин, арнитин, пироглутамилиновая кислота, пролин, саркозин. Я на самом деле не наизусть говорю, я читаю с телефона, чтобы вы понимали. Ну, добавляя своими собственными впечатлениями и своим собственным опытом. Сирин, тирозин, трианин, триптофан, фенилалалин, цистин, цистиин. Многие из них являются незаменимыми для человека. Большое терапевтическое значение имеют флавоноиды. Флавоноиды спектра представлены пятью соединениями. Апигенин, акатин, я некоторые слова впервые в жизни слышал, так что извините. Кемферон, кемферит и эрмонин. Прополис содержит также различные ферменты. Их присутствие в прополисе имеет не такое большое значение, но они в определенной мере оказывают влияние на его свойства. При исследовании находятся новые компоненты, среди которых есть даже натуральные антибиотические вещества, о существовании которых раньше не было известно. Ничего. Эфирные масла, другие натуральные вещества, неблагоприятные для возбудителей болезни. Например, противогрибковое вещество пиноцембрин или действующий подобным образом кофеиновый эфир. Лекарственные и фармакологические свойства. Прополис имеет хорошо задокументированные фармакологические действия, включая противомикробные. Понимаете меня? Фармакологические, задокументированные, противомикробные, антиоксидантные, противовоспалительные, иммуномодулирующие, кардиозащитные эффекты. Вот вы подумайте. То, что я говорю, это не какое-то, знаете, какое-то шарлатанство. Это наука. И наукой доказано, что все эти вещества, все эти свойства есть в прополисе. Я не буду, специально не буду рассказывать, от каких заболеваний помогает прополис, потому что я не врач. И зачастую в интернете очень много написано всяких глупостей и вранья. Но знаю, что таких заболеваний, при которых рекомендуется принимать настойку прополиса, очень много. И поэтому в очередной раз хочу сказать, сделайте настойку прополиса или купите ее у пчеловода. Она не стоит очень больших денег. Даже в аптеке она продается, хотя, конечно, там ее качество значительно хуже, потому что не будет никто в таких пропорциях, как делает пчеловод, делать настойку. И тем более магазинный спирт он вредный. Домашний спирт он значительно менее опасен для человека. Это доказано уже тоже много кем. Я надеюсь, что я вас убедил, что прополис это здорово. Обязательно берегите себя, лечитесь, купите настойку прополиса или сделайте ее и применяйте ее по назначению. Опять же, надо иметь в виду, настойка прополиса это активное вещество, активное. И некоторым людям может быть противопоказано. Поэтому обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом, если вы предполагаете, что могут быть какие-то для вас негативные последствия. Ну и принимать начинайте по чуть-чуть. То есть возьмите там буквально 2-3 капельки, капните сенный язык, посмотрите реакцию организма. Потому что прополис, как вся продукция пчеловодства, это биологически очень активная субстанция и надо это понимать. Все, всем пока. Не болейте, берегите себя и дай бог вам как можно больше прожить и чувствовать при этом себя хорошо. От души. Всем пока, друзья.